Добрый вечер. У эфиры программа «Навинный день» на телеканале «Беларусь-4». У студии Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. На Гомешчине значили День обороны дятей. 1-го червеня на территории в области пройшли шматлики мероприемствы с организацией выстав дитячей творчасти, гулявых пляцовок по интересах и разностайными показальными выступлениями. Сегодня означается сусветный День Аховы Новокольного Сяродзя. Про боротьбу с браконьерами и иншими парушальниками природоохонного законодавства нашему корреспонденту поведомил намесник начальника оперативно-аналитичного отдела Гомельской областной инспекции Аховы Живельного и Рослинного Свету Михаил Шалупаев. У вёсцы Кавали Октябрьского района открылся приватный музей Чароны Скарб. А зараз про гэта иншая больше подробязна. Безумовно галонной падеей минула гатыдня стало святкование на Гомельщине 1-го червеня – Дня обороны дятей. Гэта свята было затверджена в 1949-м годе рашением Международной Демократичной Федерации Жанчин у першыне означалося в 1950-м. На территории в области с гэтой нагоды 1-го червеня пройшли шматлики мероприемствы из организации выстав дитячей творчасти, гульнявых пляцовок по интересах и разностайными показальными выступлениями. Об самым цікавым и запоминальным расскажут наши корреспонденты. Поселок Костюковка заснованный в 19-м стагодзе. Сюлятым изменил статус и стал новым микрорайоном областного центра. А тому и организованная тут свята с на годы Международного дня обороны дятей у гэтом годе возначается масштабностью. До навучальных установок Костюковки и вядомых далёка замежами краины заслуженных коллективу Республики Беларусь цирками Валеры Абеля, ики так само маем особую прописку, долучились они каторые школы областного центра. А про тагоу программе, подрыхтованной для маленьких и дорослых же хоров Костюковки, продугледзели показальные выступления Департамента Аховы за трыманием умовного парушальника. Головная задача – створить добрый настрой, як минимум, на усе летние каникулы. Лето, закончив учебный год, дети должны видеть свой праздник. Это их сегодня настоящий хороший праздник, он организовывается везде, повсеместно, во всех районах нашей области, во всех районах города. Одна засобливость у святого Костюковца – организация угольнявых пляцовок по интересах. По великим рахунку, сегодня кожный школьник может выбрать себе заняток на любых уст. Некого провабливают спортивные секции, некто марать пасти у поход. Кажет, это вельми цикало. Туризм – это когда собралась компания, пошла в поход, расставила палатки, можно купаться, разжигать костры, петь песни под гитару, рассказывать истории всякие. На один день стадоёны Костюковцы перетворили в арену для показальных выступлений. Травяный газон от этого науратье значно потерпеть, зато и уражение застанутся самое остановочее. Одным из центральных мероприемств, промеркованных до Дня обороны детей, так само стал жалобный митинг для мемориального комплекса «Детям ахвяром войны» у агрогородку «Червоный берег» Жлобинского района. Ушановать память загинувших детей проехали простовники улады, ветераны, былые вязни канцлагеров и молодь. На вачах кожного суме смуток за скалеченные детячие лёсы. У думках вечная память об их. Я очень уважаю это место и мне нравится здесь бывать. Очень жаль, конечно, детей. Мы должны помнить о них. И мы должны постоянно посещать это место. А ещё мы, как подрастающее поколение, должны делать всё, чтобы на земле захоронился мир. Основное действие митингу разгорнулося на головной площади мемориала для белого кораблика «Мары» с имёнами загинувших тут неполнолетних. Театрализованное проставление за делом детячих коллективов было просякнуто темой загубленного ухады Великой Чинной войны «Дятинство». И одночасово гучау свой особливый гимн миру и светлый будущинь. Головным складникам счастливого життя, які необходимо имкнуться заховывать сучасному поколению. У День обороны «Дятей» гомельские мытники пришли у гося до выхованцев гомельского районного социально-педагогичного центра. Причем не одни, а у компании своих четвероногих коллег. Работники кинологичной службы распоряли, як научать службовых собак и як їх помощники знаходять небеспешные предметы. Затым усёг это дети могли убачить на конкретном прикладе. Дополнением такого проставления стали подарунки. Супрационники мытни принесли с собой канцелярские приналежности, спортуный инвентар и пресс-маки. У отказ маленькие жихары центра подрихтовали для гостей святочный концерт. На протяжении ряда лет мы шествовали на греческой школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После её расформирования мы с удовольствием взяли шефство над данным прекрасным учреждением. От всей души мы поздравляем всех деток с таким знаменательным и красивым праздником, чтобы все их мечты сбылись. Дмитрий Котов, Евген Паболовец, телерадокомпания «Гомель». По выниках селетнего Гомельского экономичного форума подписано 18 погоднений в абсупрационнице. На думку специалистов Комитета экономики Гомельского аблавы Конкама, большаясть этих проектов будет реализована в ближайшие годы. Об реальности таких прогнозов можно мерковать по выниках по передних форумам. Кардон, який по якости не мая аналогов не только в Беларуси, але и в Украинах СНД, почнуть выпускаць у добруши. Инвестпроект ожитивляют, дякуючи кредиту Китайского банка. Усе работы ведутся, литерально кажучи, под ключ. Об этом не только расскажет Дмитрий Котов у нашей традиционной рубрицы «Экономичный агляд». Инвестпроект реализуется на базе паперовой фабрики «Герой працы», яка выходит у холдинг «Беларусские шпалеры». На проектную могутность, вытворшаясь трехслоевого кордону объемом 200 тысяч тонн в год, по планах выйдут уже в наступном годе. Кредиту по мере каля 350 миллионов долларов выделены на 13 годов, а окупность проекта в складе каля 10 годов. Даречи частка будущих работников уже отправилась у Китай, как вучиться працавать на аналогичном обсталявании. У Поднябесной доречи побудовано уже пять таких вытворчистей. Это моменты, когда они сами смогут ее управлять. Маль 1700 китайских специалистов, свыше 300 тысяч квадратных метров площадь и огульные затраты на сумму свыше полмиллиарда долларов. Так будуется комбинат милованного и немилованного кордону у Добруши. Обсталявание с Поднябесной и Франции, по словах керавниства вытворчасти, самой выдатной якости и высокой ступени автоматизации. Темчасом подрыхтовка основного цеха вытворчасти кордону близится до завершения. Темчасом Туровский молочный комбинат подширает географию экспорту. У стады и распроцовки находятся контракты с Азербайджаном и объединенными Арабскими Эмиратами. В связи с чем у худким шасси плануется и повеличение вытворчих макшимостей. Три годы тому, когда предприемство только подшало свою деятельность, тут перепроцовывали 30 тонн молока за сутки. Сегодня уже больше за 200 тонн. На даденный момент на предприемстве выпускают такие виды сыров, как моцарелла, рикотта, маскарпоне и другие. Все технологии вытворчасти отповедают европейским стандартам. 2015 год был для нас очень успешным, потому что в 2015 году мы выпустили очень много новых видов продукции. Мы расширили линейку сыров рикотта, рикотина с наполнителями, со вкусами. Мы выпустили новый замечательный крем из сливок крем-чиз, который тоже вышел уже в линейку вкусов и ароматов. В этом году плануется запуск другой могутности Туровского молочного комбината. А в перспективе выход на 400 тонн перепроцовки молока за сутки. Меж тем, у Гомеля освоили редкую технологию керамичная перчатань на шкле. Аналогичная истнует только у Израиле и излученных штатах Америки. С уникальной вытворчастью познайомили депутата у городского совета подчас наведывания товариства с обмешаванной отказностью «Шкло-люкс». Протприемство починало свою деятельность на приконцы 90-х. Тогда это была маленькая майстерня по резце шкла, где працавали три человеки. На сегодняшний день это высокотехнологичная вытворчасть, якая займается опрацовкой и декорированием разных видов шкла и люстерков. В штате Амаль – 200 человек. Визит гомельских депутатов на предприемство – махчимай знайомство не только с работой конкретной вытворчасти, а и с перспективами региональной экономики. Треба, чтобы все предприемства працавали, прикладно, на таким узровне. Депутаты готовы унести в эту справу свой уклад на законодавчим узровне. Но все равно многое залежит от самих вытворцев. Все живут в одинаковых условиях, но в одного получается прекрасно, а в другой ждет, когда к нему кто-то принесет вот это хорошее. Сложное время, и в это сложное время, я полагаю, мы должны держаться друг друга, помогать друг другу. Взаимоварочка должна быть. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается сусветный день Аховы Новокольна Гасяроддя. Своим профессийным святом яголичать инспекторы Аховы Живельного и Рослинного Свету. Будни гэтых людей гэта часам небеспечные рейды, братьба с браконьерами и иншими парушальниками природохонного законодавства. Про гэта и не только у актуальным интервью Ганни Ковалёвой рассказал намесник начальника оперативно-аналитичного отдела Гомельской областной инспекции Аховы Живельного и Рослинного Свету Михаил Шалупаев. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Михаил Петрович, вот как раз-таки сегодня празднуется День охраны окружающей среды. Скажите, вот Гомельская областная инспекция, с какими достижениями, с какими итогами она подошла к этой дате? В целом можно сказать, что мы фиксируем по сравнению с прошлыми годами, в этом году снижение некоторое порядка на 30% по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось количество выявляемых нарушений. Вот мы считаем, что в этом есть помимо каких-то других, может быть, объективных причин. В общем, заслуга и наша. То, что мы проводим постоянную профилактическую работу, стараемся доносить до граждан все эти требования. Плюс, в общем-то, наша инспекторская работа обеспечения неотвратимости наложенных всех этих наказаний, взыскания штрафов. А вот вы упомянули о профилактике. Скажите, вот каким образом она сегодня проводится вашими сотрудниками? Во многом и в этом году мы направлены прежде всего на то, чтобы предупредить нарушение, чтобы не был нанесен вред природным ресурсам. Мы не стремимся сразу схватить, привлечь человека к ответственности, наказать, особенно если он не занимается откровенным браконьерством. Не ловит рыбу сетями, не ходит в угодьях с какими-то запрещенными орудиями. Если это гражданин, просто где-то мы видим, что он отклоняется от действующих норм правил, то мы вначале проводим, конечно, профилактическую работу. Доводим до граждан, что вот, смотрите, вы можете что-то нарушить своими действиями, обратите внимание, не делайте этого. Ну, предупреждаем. Михаил Петрович, вот как вы считаете, сегодня на какие моменты особенно следует обратить внимание население? Каждый человек должен, я считаю, подумать, что он оставит своим детям после себя. Потому что, ну, только вот этими инспекторскими мерами, карательными, ну, невозможно этого добиться. Скажем, по статистике, наверное, только одна десятая часть совершаемых нарушений является на самом деле. Остальные остаются скрытые в тени. Сейчас начинается у нас период летних отпусков, потеплево. Естественно, люди поедут на природу, на водоемы. Должны понимать, что у нас стоянка автомобилей разрешена в пределах не менее 30 метров от уреза воды. Естественно, никакого мусора не должно быть вокруг этой машины. Мойка машины вообще недопустима в прибрежной полосе. Михаил Петрович, а вот в этот период года, скажите, какие действуют запреты для рыболовов и охотников? Сейчас у нас и до 20 июня действует запрет налов СОМа. Значит, в этот период СОМа ловить нельзя никакими способами. Если вдруг он попался, его надо отпустить в живом неповрежденном виде. Ответственность очень большая. Скажем, одна особь СОМа, пойманная в период запрета, только вред за нее обойдется в 12 базовых величин. Сумма очень большая. К сожалению, не все соблюдают эти правила, которые сейчас действуют. Скажите, как на сегодня обстоит ситуация с браконьерством? Ну, так, если говорить вообще в среднем за год, где-то порядка 2000 нарушений разнообразных природоохранного законодательства наши инспекции за год выявляют. То есть количество изъятых сетей измеряется десятками километров, до сотни и больше в иные годы изымается огнестрельного оружия. Ну, рыба, мясо, счет идет на тонны, там даже на десятки тонн. Пока есть, вот мы видим, что есть небольшое, по крайней мере, снижение. Мы продолжаем планомерно работать. Мы работаем на предупреждение, прежде всего, причинение вреда, на профилактику, на то, чтобы предотвратить нанесение этого вреда и не дать людям совершить вот этот шаг, который может привести их и в дальнейшем к уголовной какой-то ответственности. Михаил Петрович, огромное вам спасибо, что вы нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Конечно же, со своей стороны хочу поздравить вас с вашим, так сказать, профессиональным праздником, пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях, ну и, конечно же, поменьше нарушителей. Спасибо. Я также пользуюсь этим моментом. Хочу поздравить всех своих коллег, всех наших коллег, которые также занимаются охраной природы. Это работников и Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также других организаций, которые имеют то или иное отношение. Может быть, они не считают это своим профессиональным праздником, но, как мне кажется, и их вклад в охрану природы тоже имеет место быть. Это, в общем-то, и органы внутренних дел, это где-то и общество охотников и рыболовов. Всех с праздником, друзья! А зараз до новинов культурного життя Гомельщины. В вёсце Кавалі Октябрьского района открылся приватный музей «Чароуны Скарб», а у Палацы культуры чугуночников города Гомеля начала працю международная выстава «Адлюстраванне». Про это и другие подеи культурного життя региона расскажет Вероника Ворошилина. У Октябрьском районе появился еще один объект культуры. В вёсце Кавалі открылся приватный музей «Чароуны Скарб». У двух вязковых хатах разместилися прылады працы и быту, які супроводжали мясцовых вязковцев на протягу нескольких ста годзев. Идея створения належит мясцовый жихарцы Марии Мухиной. Головная задача музея «Чароуны Скарб» – покинуть молодому поколению память про то, что зникает. Традиционную белорусскую ёску прылады працы и быту господара селянина. Яшэня калькі десяти годзів ўсё гэта можна було убачыць практична ў любой хаті, а сёня ўжо лічыцца амальшторарытэтам. Хоць ёс тут і саправды редкі экспонаты. Правда, некоторые з їх с часом пришлі ў такий стан, што для їх адновлення довелося проводзіць реставраційныя работы. Православные храмы і монастыры на полотнах белорусских і российських мостаков. У Балацы культуры чыгуночнікаў адкрылася міжнародная выстава «Адлюстраванне». Своі работы праставілі больш як двадцать мостаков з обедьвух краін. Усяго ў экспозиція каля паўсотні картін. Дарэчы ёс тут і работы гомельскіх творцав. Усе палотны аб'ядновы адна тематыка – православная архітектура. Храмы і монастыры знакавы не толькі з духовного пункту гледжаня пабудовы, але і з материяльнага. Нарэдка яны з'являюцца саправдными архітектурными шедеврами, помніками культуры розных эпох. Єднаць духовного і материяльнага і спробуюць адлюстраваць мостаки. Першым експозицію бачылі жахары российскага новозыпкава, зараз Гомеля. На гэтам організаторы спыняцца не збіраюцца. У нас є бізнес-план, щоб цю выставку провести ще по районним центрам в Гомельській області. Потім хочемо охватити ще областнія міста. А конічна целью ми хочемо, щоб це було, працюємо зараз з союзним государством. Наверно, ми мечтаємо так, щоб це було где-то Москва і Мінськ. У Гомеля протягується проект «Культурные люди». Гостям чергової зустрічи стала мастацкий кераунник, заслуженого аматорського коллективу Республіки Беларусь, цирка ім'я Валерія Абіля – Татяна Абіль. На гутарку з гамельчанами я назавітала у Центральну Градську бібліотеку ім'я Єрцена. Цирковым колективом Татяна Абіль керує з 1987 года. Справу свого батьки Валерія Абіля яна протягнула невидатна. Намаганнями Татяны Валеріюны у 2008 годі колектив отримав звання заслуженого. Артисты цирка прымають у ділу у розных фестивалях і конкурсах у Беларусі і Замяжой. І доволі паспяхова. У творчі скарбонці шматліки гран-при і кубки розних цирковых форумів. Зараз тут освоюють циркове майстерство коля 140 чоловік. С цирком зв'язані і ліс уже чотирок пакаліні у сім'ї Абіль. У ділнікам сустрэчі Татяна Валеріюна рассказала про нову циркову програму «Цудо-скарбонка». Яна цілком прасвечена заснавальніку Валерію Абілю. Не обійшлося і без яскравых номарів. А усе літа на нові творчі досягнення коліктів цирку підшторховують одразу трі падзеї. 55-годовий юбілей самого коліктіву, 70-годовий юбілей його заснавальніка і Год культуру, що об'явлено у Беларусі. Наш коліктів дуже востребований і не тільки в цьому році, і зв'язаний з Годом культури. Він востребований був завжди, але в цьому році особо. Чому? Тому що, навірно, більше внимание уделяють зараз, як і прежде, але зараз ще, навірно, більше нашому коліктіву. Ми часто роботаємо на всевозможних площадках республіки, області і міста. Тому чуствується, що, навірно, в Год культури ще більше ми можемо проявити себе. А у Гомельським городським центру культури отбувся четвертый городський фестиваль творчості дітей до школьного взросту, який цудовний гэты свет. Сверту дельніку – полторы тысячи юных вокалістів, танцоров і мастаков. Двума місяцями ранію у Гомелі прайшлі районні фестивали творчості. По їх выніках, лепші концертні номары і мастацкі роботи увайшлі у городський фестиваль. Самым таліновітым удельнікам уручили дипломы і пам'ятні прызы. До речі, все літа фестиваль вилучився і шерогам новов'я дзеню. Так був заснований спеціальний прыс Гран-при і нікалькі нових номінацій. Дуже складно, мабуть, працювати нашим жюри, представителям, тому що у нас участвують, я хочу сказати, 126 дошкільних учріждень. Всегда дуже складно вибрати, тому що, ну, кожен, кожен – це індивідуальність, це творчіство, це ферверк, мабуть, емоцій, празніка. Можна тільки так сказати про наших діток. У 11-м туры чемпіонату Беларусі по футболі у вышейшій лізі Мазырськае славя згуляя з лідером Барысовським Бате. Матч отбудеться у Мазыры на стадионі юнацтва 10-го червіня. Об інших адмєтных спортивних падіях наступних сямі дзен розкаже Максим Савін. У Брэйсті у гэтай дні змагаються лєпші і веслярі академісты Беларусі. До 7-го червіня проходить адкрытый чемпіонат країны. У спаборніствах прямая уделы зборная Гомельськай області. Адразу ж пасля академістів мацнейших будуть выявляць канаісты і байдарочнікі. 8-го червіня там же у Брэйсті стартує чемпіонат країны по веславанні на байдарках і каноя. У складі зборной Гомельськай області 35 спортсменів. Гэтай спаборніствы адборочны на чемпіонат Європы, які адбудеться на праканці місяцца в Москві. І чемпіонат Європы сярод юніоров, які у ліпіні будзе прымать болгары. У российськай напі 6-го червіня распочинається молодежний чемпіонат Європы по боксі. У складі зборной Беларусі на континентальне першінство адправяться выхованці Гомельськага областного центра Олимпійськага резерву адзінаборствол Александр Кузьменка і Михаїл Сулімов. Максим Савін, телерадиокампанія Гомель. Гэта була программа «Навіны тыдня». У студы працавала Наталья Ігнаценка. Я і мої колеги жыдаем вам усяго самага добраха. До новых сустречу ефіры. Дякую за перегляд!